Мы сегодня попытаемся говорить об авиации. Зачем нам нужна авиация и почему она так интересна? Да потому что мы тут занимаемся поваливанием и урбанистике. И все упирается в то, что если какая-то экономика собирается существовать, на основании автомобиля, то для нее нужны дороги. Дороги нужно строить, как всегда денег на это нет, с инфраструктурой плохо. И поэтому единственный способ, который у нас состоит, это подняться в трех измерения и всем быстренько научиться летать. Хочу заметить сразу же, что современные проекты, которые продвигает РЖД, например, создание сети высокоскоростных магистралей, являются, мягко говоря, неадекватными. Почему? Да потому что они убыточны даже в Европе. А в Европе чрезвычайно высокая плотность населения. Поэтому скоростную дорогу с севера на юг Франции там выгодно строить. Плотность населения большая. Почему нету в Соединенных Штатах Америки ни одной скоростных дорог? Потому что плотность населения относительно маленькая, хотя и гораздо выше, чем у нас. Поэтому для них этот проект совершенно не оправдывает. Вместо этого они почитают развивать авиацию и следующие скоростные дороги. Вот такова наша задача. Для России это вообще полный маразм. Почему? Потому что плотность населения еще очень маленькая. Поэтому какой-то сумасшедший проект по созданию высокоскоростной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой является, за 35 миллиардов долларов, является плохо замаскированным распилом. Не больше ничего. Смысла в этом нет никакого. Почему нет смысла, я постараюсь сейчас объяснить. Итак, только третье измерение. Только если мы научимся летать по-настоящему, а не как сейчас. Как мы научимся летать и почему мы это сейчас делать не можем? Ну давайте постараемся поговорить о том, какие принципы полета настоящими существуют, насколько они для нас подходят. Ну первый полет, который у нас возможен, это дирижабль. Верхоздушный шаг. В чем здесь прелесть? Ну в том, что накачал большой баул каким-то легким газом или 4. Ну могу сказать, что, например, на 10 тысяч кубов дирижабль воздушного шара, накачанного гелием, приблизительно берут одну тонну груза. Все это казалось бы очень приятно, потому что я просто поднялся на землю и полетел. Ну почему это не получило никакого распространения? А потому что установленная мощность двигателя пропорциональна кубу скорости, которую мы должны развивать. Кубу. То есть силу сопротивления против пропорционального квадрата. А мы, получается, делаем пропорционально кубу скорости. А дирижабль, он очень большой. В результате у него площадь сечения очень большая. И сопротивление воздуха тоже чрезвычайно-чрезвычайно большое. Поэтому дирижабль ни в коем случае не может быть признан перспективным видом транспорта. Если появится какой-нибудь двигатель гораздо более экономичный, гораздо более легкий, то тогда дирижабль – да, тогда они получат некое собственное распространение. Но настоящий мир – нет. Второй принцип. Еще раз про дирижабль. Что получается куб, чего я не понял? Что мощность, которая требуется на преодоление силы динамического сопротивления, пропорционально сечению и пропорционально кубу скорости. Сечение, сопротивление воздуха, пропорционально кубу скорости. Еще больше скорости, сопротивление больше. Установлено мощность пропорционально. Сила пропорционально кубу скорости. Сила. Сила пропорционально кубу скорости. А мощность кубу. Это в смысле лицевого сечения дирижабля, площадь его, и кубу скорости. Например, мы умеем летать скоростью 100 км в час, какая нам нужна мощность для того, чтобы летать скоростью 200 км в час? Сколько раз нам должно быть больше? В 8 раз. В 8 раз, да. В 8 раз. Поэтому, если 100 км в час мы как-то летим, то 8 км в час. Ну, 200 км в час. И у нас тут уже гораздо сложнее. Как? Если чтобы лететь со скоростью 10 км в час, что должно быть тогда? В 10 раз, значит, мощность вам, соответственно, ползом чем 100 км в час, нужна будет в 1000 раз меньше. Не, потому что со скоростью 10 км в час лететь, что? Мощность двигателя должна быть, что? В 1000 раз меньше, чем чтобы летать со скоростью 100 км в час. А чего? В чем вопрос-то? Просто как сосчитать? То, что надо площадь сосчитать? Площадь на скорость в кубе. Подъемная сила никак не учитывается. Зачем она подъемная сила? Наверное, от площади дирижабли, от объема этого дирижабла, зависит же подъемная сила. И, соответственно, так-то прямо сказать, не совсем, наверное, корректно получается. Нет, от площади никак не зависит от подъемной силы, она зависит от объема. Нет, я просто хочу сказать одну простую вещь, что я куда-то туда пошел. Я хочу сказать, что в настоящий момент мы можем получить чрезвычайно дешевый авиационный транспорт, основанный на самых, что называется, обычных самолетах, при том обычным свинтом. Очень дешевый, но ситуация устроена на сегодняшний день, что всевозможные меры по защите безопасности, это раз, и меры всевозможные, связанные с сопровождением, всякие по защите безопасности, по аэропортам, потребованиям по инфраструктуре, и всякие остальные вещи, и всевозможные меры и нормы, и правила, заставляют нас делать такой билет чрезвычайно дорогим, и эксплуатацию его чрезвычайно неэффективным. Что я хочу сказать? Ну, представьте себе простую, значит, вещь. Как мы сегодня летим на самолете? Мы долго добираемся до какого-то аэропорта, находящегося далеко от города. В Москве совсем далеко, в Петербурге достаточно близко. Потом мы туда приходим за 40 минут до конца регистрации. Мы регистрируемся. Ну, чтобы зарегистрируемся, мы проходим в одном аэропорту, проходим направо зайти в аэропорт, снимаем с себя куртку, все нас рассматривает достаточно. Потом мы регистрируемся. Потом мы проходим очередной кордон на правую посадку. Это происходит за 40 минут. Опять нас рассматривают, заставляют снять обувь, нас полностью изучают, как и что-либо. После этого мы садимся на накопитель и там ждем. Потом приходит обязательно автобус. Этот автобус везет нас на реактивный самолет, который очень большой, очень сложный. Ему нужна большая взлетно-поставочная полоса, оборудованная для невозможности. Хорошая. Мы садимся на него, где половина его стоимости составляет всевозможная авиационная. В том числе предупреждающая о том, куда ему стоит лететь, куда ему не стоит лететь. Предупреждающая о столкновении и иногда плохо работающем. Вот. И то есть точно так же. Мы занимаемся авиацией. Есть правило, что на российских внутренних линиях могут летать только русские пилоты. Этих пилотов не хватает. Их зарплата командира экипажа составляет порядка 20 тысяч долларов в месяц. То есть всевозможные льготы. Сколько? 20 тысяч долларов в месяц. 20 тысяч долларов? 20 тысяч долларов в месяц командир экипаж. Это что, 600 тысяч рублей? 600 тысяч рублей, да. Да ну, не может быть такого. Ну, факт. Плюс всевозможные... Дорога экипажа? Да. Если бы 600 тысяч, если бы он получал один пилот, то это вообще билеты бы стоили за облачные. Какие за облачные стоят? Ну, заметьте, что они... 600 человек-то привезет по 1000 с каждого. Ну, привезет гораздо больше, конечно. Ну, чего? По 200-300 человек он за раз. Он летает не один, а пилоту приемочный. Ну, этот отряд получает меньше, конечно. Ну, да, да. Да нет, ну чего туда? Откуда такая цифра вообще? Ну, просто из разговора с людьми. С Арханинского авиатрада, скажем. Ну, не исключено, что... Сейчас у нас, конечно, насчет всяких цен такие перекосы. Может быть это... Только что авиаперевозчики в лице перевозчиков авиадискаунтов сказали, что в Быково в Москве собираются построить, значит, первый... Собираются аэропорт для дискаунтеров авиакомпании поставить. Они собираются построить аэропорт для компании авиадискаунтеров. Но в тренинге там стоит, чтобы можно разрешить использование импортных пилотов сюда, внутри российских требований. Почему? Ну, потому что, поскольку у нас... Как у нас дело происходило? У нас была одна из крупнейших авиационных держав мира, а потом все это резко обвалилось. И пилоты оказались никому не нужны. В результате выпуск из высших учебных заведений, если возможно, упор снизился практически до нуля. Потом вдруг они резко опять кому-то потребовались. А пилотов-то нет. Система обучения разрушена. Сделали сейчас эту новую систему обучения. Например, у нас появился Институт гражданской авиации в Петербурге. Находится в Авиагородке. Это бывший институт повышения квалификации для пилотов. Но когда пилоты в советские годы заканчивали свои технические училища, если они хотели раскидывать и получить высшее образование, они шли вот в этот тогдашний институт, в Академию тогдашнюю, и доучивались. Сейчас из него сделали большой вуз, который учит пилотов с нуля. Так? Значит, со временем у нас на сети? Ну, сейчас насыщается потихоньку. Эти ребята тоже не будут дураками. Они же тоже на этом пытаются заработать. Ну, на самом деле, мы же понимаем, кто такой пилот. Пилот – это шофер. Это означает, что кроме меня, как шоферу, мне ничего больше не надо об автомобиле знать. Кроме как нажимать на педали и крутить руль. Там точно так же. Но они пытаются нагрузить людей, чтобы они учились, скажем, пять лет. Они пять лет учатся. Изучают большое количество предметов, которым абсолютно не нужны. Там математику, начертательную геометрику, чего-либо еще. Они учатся. Выходят оттуда полуфабрикатами. Поскольку водить толком не умеют. И те, которые лучше знают английский, берут компанию, еще два-три года доучивают. И потом сажают на аэробос, аэробусы или на обои. И они там летают. То есть проблема, зачем водили высшее образование? Так вопрос заключается, да? Она состоит в том, что это высшее образование для пилотов. Никому не нужно. Нет. Ну, проблема. То есть вы обозначаете проблему, что нужно либо идти, либо лучше. Есть американский способ. Когда ты два года учишься на каких-то курсах, в которых вообще нет ни уступительных, ни конкурса. Ты лишь по здоровью проходишь и все. После этого начинаешь водить легкомоту на самолет. Через некоторое время, ты еще два года доучиваешься на специальных курсах, начинаешь водить Боинг. Ты вместо наших восьми лет, ты учишься четыре года. Затем получаешь с пилотом и начинаешь летать. Почему наших восьми? Сейчас пять лет. В военном училище. Сейчас вот сто одно училище. Пять лет. Так я же повторяю. Они к этому времени водили. Не восемь лет. На смысле, что потом повышение квалификации? Для того, чтобы начать водить Боинг и Аэробус еще два года, как минимум. И какой-то еще стаж. В результате получается, что у нас эта система подготовки пилотов, она очень долгая и очень дорогая. Так? Ну, это дело у нас совершенно для того, чтобы большое количество преподавателей могло с этого кормиться. Они приходят, типа там, чего-то их обучают. Читают и какие-то часы, лекции, чего-то еще делают. Да? Вот. То есть вот так. Смотрите, что и что еще. То есть выводы какие надо? Значит, как надо удешевить. Например, рассказываю на примере. Есть замечательный самолет. Артусок. 70 человек. 800 км в час. Скорость. И так далее. Самый главный у нее показатель. 24 грамма на пассажире километр. Вот, например, из Петербурга нас хочется долететь до Архангельска. Он садится на грунтовый аэродром. Как бы эта ситуация могла бы выглядеть в настоящий момент так? Ты садишься на маршрутку где-нибудь от метро. Приезжаешь, тебя к трапу подвозит эта самая маршрутка. Трапа у самолета. Никакого трапа подвезли, но у меня нет. Он просто откидывается. Ты туда заходишь, тут же, да. И тут же человеку, который там есть, просто берешь и подаешь, платишь деньги. Тебе, ну, может быть, через рамку эту пройдешь один раз. А можно через рамку и проходить просто там. Но ты же на маршрутку не проходишь через рамку. А на самолет почему должен походить сквозь рамку? Зачем ты думаешь, что он своим показывает? Ты, значит, на это делал. У тебя, кстати, нет, не самый простейший аэродром. А куда он летит это? В Архангельска? А там со сколько, полторы тысячи? 700 километров. 700 километров по прямой. А от нас до 700, да? Да, по прямой 700 километров. То есть как до Москвы, что ли, да? Да, да. А, то есть ты точно на маленьких расстояниях, да, такие вот устроения? Вот такие самолеты. Маршрутки самолета? Маршрутки самолета, да. Вот вся эта штука, говорится, что-то как-то начнет. А вот и она окупаться. Вот она, получается, что окупается. Почему? Потому что, что такое 24-е годы? Они разорятся эти монополисты с Боингингом? Разорятся. А кто позволит? Почему монополисты и создасятся с такой постановкой области? Разорятся, конечно. Вот смотрите. Они вытеснили же дискаунтов. Ну вот ты рассказываешь про наши родные российские проблемы. Так я хочу сказать, что как бы это можно было бы сделать? Никто, конечно, не позволил такую штуку сделать. Мы же знаем, что у нас Сербяков и Матвиенко подписали меморандум о поводу того, что в Ленинградской области не будет ни одного аэропорта в течение 40 лет. То есть у Пулкова ставится монополисты на себя. Как подписали? Это что такое, я беру? Вот когда они пригласили эту подчастную государственную компанию, в том числе этого оператора немецкого по управлению авиапереревозками, начали строить новый комплекс Пулкова, который сейчас активно строится. Они подписали, что в течение 40 лет говорят, ну вот так говорят, что у нас не появится ни одного нового аэродрома. То есть мы заключили соглашение. То есть мы на самом деле мало ли от того, что и так отстаем в экономическом развитии, да, и развитии технологий, но еще специально вот этот меморандум подписан, чтобы еще и подавно их затормозили. Ну и считается, что они будут такие хорошие-хорошие, что придут и сделают там новый большой аэродром. И чтобы он их окупался, у них не должна быть никакой попытки конкуренции с кем-то еще. Ты подумай сам, экономика, она только тогда эффективна и так далее. Все выгодны, когда есть конкуренция. Согласен. А у нас получается так, что конкуренции все боятся и монополисты вытесняют тех, кто пытается как бы действительно работать в экономической, свободной и свободной. Да, я про эту самую штуку рассказываю. Почему? Потому что у тебя есть обязательства. Ты должен людям показывать на входе шнурки. Почему ты должен эти свои шнурки показывать? Ну говорят, что самолет взорвется. Но бывает, что самолет взрывается, действительно. У нас на дорогах кипнет 30 тысяч человек. Потому что там какой-то самолет когда-то взорвется, погода это не делает. У нас все равно по несколько самолетов в год падает с людьми. То, что пойдет еще один, это и не сделает. Но я еще понимаю в том смысле, что кто-то захватит этот лайнер и направит его, скажем, на рублевку. Ты газели можешь тоже захватить, но не долетит. Газели не доели, так я говорю, и самолет не долетит. И самолет не долетит. И чего бояться тогда? Тогда зачем все эти поверки шнурков, рамки? Вот ты проходишь через эту самую рамку, по большому счету, когда летишь дважды. Ты входишь в аэропорт, ты проходишь эту рамку. И еще с сниманием обуви шнурками проходишь, когда идешь на посадку. Да? А зачем сейчас? Так сделали два раза? Да, да. Притом мы очень часто решили проблему в Пулково. Именно, чтобы направо войти в аэропорт стояла самая большая очередь. Могут мне час отставить в этой очереди. Вот там можно было взорвать террориста-смерть никому, кто его погиб. Ну, я-то хочу сказать другое, чтобы в ситуации России нас, для того чтобы сохранить связанность страны, можно спасти только авиатранспорт. Притом никакой-то там не звучит почему. А почему не может автомобильный транспорт? А потому что дорогу надо строить. Ну, строить дорогу. Ну, так и долго. Я понимаю. Это дорого не потому, что на самом деле это и себестоимость дорога, а дорого, потому что... Да и себестоимость тоже дорога, да? Нет. Нет. Ну, как что вы? Это же... Вот вы сравните... Каким образом в Америке дороги построили, построили дороги в Европе, постепенно строить у нас и построить? Нет. Ну, во-первых, это... Нет. Я предлагаю посчитать. Я предлагаю посчитать. Вот у нас на этом 24 грамма на пассажиры километрах. Ну, значит, до Ахани сколько получается? Что 24 грамма от чего? Топливый восход. Восход топлива от пассажиров. 24 грамма на что? На пассажиры километрах. На километрах? Пассажиры километрах. 24 грамма? Да. 24 грамма на пассажиры километрах. 70 пассажиры 700 километров. На человека еще 4 литра. На человека 20 человек 2,5 литра. 24 килограмма, наверное. Грамма. Ну, самолет там полтонны минимум, он на взлет только съест топливо. Так она на всех же, наверное, раскинется. А потом летит прямо, да. Это 20 литров. Ну, представим, там нынешние цены на бензин, хотя у него топливо лучше, наверное дороже. Ну, это 600 рублей. Это означает, что у тебя себестоимость, собственно, топлива на человека 600 рублей. В дохранке, в настоящий момент, ну, можно посчитать, сколько машина съест. 10, 300, 300, ну, на 5 тысяч рублей подходят бензин. На 5 тысяч? Да. Вы что-то где-то на порядок ошиблись. Чего? Где-то, ну... Где я ошибся? В чем я ошибся? Нет, просто как-то... Ну, если в машину тоже 5 человек посадить, то... То по тысяче, да. По тысяче. Ну, то же самое. А еще, если дорогу прямую построить, не как сейчас, а прямую дорогу построить... То примерно получается то, что на машине, что на самолете. Только на машине я поеду день, а на самолете я поеду чуть час. То есть, смотрите, получается, что у нас идиотские требования к безопасности, идиотские требования к воздушным судам. Вся эта традиция связана с покупкой билеты, оформлением их по паспорту, с регистрацией. Зачем это все нужно? С этой посадкой. Это все, как бы, эти все штуки, которые ставят крест на будущем страны. Ну, считается, что типа авиатранспорт и испокон веков считался самым... Нет, не испокон веков, это вот всякие эти штуки и так далее, это родилось вот на моих глазах. Это понятно, почему по паспорту где-то регистрация, почему и прочее, прочее. Додиция какая-то. Тридцать лет назад железнодорожные билеты не продавали по паспорту, а сейчас продают по паспорту. Это буквально... Да, да, да. Это на каждом шагу. Это на каждом шагу, да. Сел в автобус там. И взорвался мы с ними. Там будет уже 50-70 человек погибнет, только на самолете. Да нет, ну в других общественных местах может взорваться что-то. Там же без паспорта вошло. Да, и в общественных точно так же. Праздник. Одно время поставили на этом... В Мариинский театре, где поставили эти рамки. Я делал дни эксперименты, они давно отключены. Их поставили, они там где красоты стоят. Самое главное, сколько денег это тратится. Там уже в каждой рамке стоят и полицейские жители. А здесь стоит человек, который вас в случае чего проверяет. Проверяет, включены ли у вас телефоны, когда вы входит в этот вокзал. Работает ли он. То есть телефон ли это. Плюс еще два человека сидят, смотрят в рентген там, изучают. Все это техник. Потом ваш багаж будет внизу, там по земле проверять. Потом это же самый набор будет, штуки ваши проверять. Багаж проверяли, да, тоже просвечивают. Ну там потом, еще раз. Когда ты вдаешь багаж, они там еще внутри проверяют. Особенно. Ну на самом деле, как ни странно, это все массовая истерия, конечно. Да, это массовая истерия. Ну это просто болезнь общества. Ну это бывает и надо. Да, но она абсолютно полностью лишена какого-либо смысла. Здесь трудно кому-то что-то сказать. В таких вещах, как истерия, бесполезно апеллирует к смыслу. Это массовая истерия, масса здесь действует как инстинктивно. Никто почему-то не говорит о том, что надо паспорт проверять, когда человек в машину садится. Сложишь снаряд, разогнался там до 200 километров. Еще разное, что сделать можно садиться. Еще бы на него туда положил, сам посидеть. Никто не говорит, что штурки на самолете надо проверять. У меня в голове есть такая замечательная картинка, что это значит, что ты приехал в маршрутке в Левашово, в аэропорт, вышел, тут же к трапу самолета тебе подъехали, ты туда загрузился, заплатил одну-две тысячи рублей и полетел куда-либо. А Левашово это где? Левашово это на севере, там из моего аэропорта просто. Или в жевку. Поехал? Фишка в чем состоит? Что чисто мы по жизни привыкли по земле ходить и считаем, что земля твердая. И ты на колесах садишься в машину, ты считаешь, что тоже машина никуда не улетит, она на полной поверхности едет. А самолет утрывается от земли, и мы как бы чисто инстинктивно чувствуем, что что-то неправильно сделали. Психологически. Мы просто не можем привыкнуть. На самом деле на Западе специальные искусства, тренинги для таких людей, которые боятся. Но у нас это, ну, гносит характер. У нас нет, нет, нет. Постой истерии. Я так хочу... Статистика есть, что на самолетах безопаснее, чем на транспорте или на земном. Я так хочу сказать одну очень простую вещь. На сегодняшний день развитие авиации в России остановлено исключительно всевозможными юридическими и вот такими безумными истерическими вещами. Больше ничего полосмысленно не имеет. В действительности, если бы это было, вот такие вот самолеты типа «Анту-40», хотя он не подходит, он ненадежен, он свой самолет еще очень. Мы могли бы летать в Выборг просто-напросто. До Выборга, ну сколько, 15 минут было бы лететь вот отсюда. Ты подъехал опять на маршрутке, засел ты в этот самолет и полетел до Выборга, отсюда 130 километров. Пятайте сами, сколько это было бы. Пять. Туда стоило бы стоило бы сотку. Они это там 140 в начале, за 8,5 миллионов долларов делают. Правда сейчас 20 миллионов получилось. Он дешевый, на нем это можно заработать. Мы летали бы всюду, направо и налево. И для России это было бы, какая высокоростная дорога. В Америке так, на самом деле. В Америке везде так. Да. Какая высокоростная дорога за 35 миллиардов? Вот сажусь на этот самолет, через час я там. Тебе надо решить две простые проблемы. Помимо глупостей, связанных с досмотром шнурков и наличием аэропортов, взрывчатых посадочных, полос таких особых. Ничего там не надо, засватил площадку. Вот такие самолеты, они на этап летают. Да? Ну, я короткую вставку. Но это же, как говорится, не проблема одного только транспорта. Да, в неразонном смысле. Это проблема наших слуг. Вот кого мы себе выбрали и что они творят. В чему слуг? Эти же самые идиотизмы можно также увидеть в торговле, в медицине, в образовании, в транспорте, в чем угодно. Мы возьмем сейчас самолеты, дороги и будем решать эту проблему. Они даже могут отступить, да, вот вы решите. Эта плесень, она уйдет в другие. Я себе представляю, я согласен полностью, что это мировая проблема, особенно европейская, это взбесившегося права. Когда у тебя везде какие-то запреты, везде какие-то законы, где-то трон нельзя, здесь ты должен паспорт поделить, здесь ты шнурки должен показать, здесь ты должен телефон включить. Ну, чему, какое мне дело от того, что я вхожу? Я могу вот в этой же толпе народа, которая встает у них на досмотре, взорваться, если я шахи, а я им должен телефон показать включен. Так это право пишут наши слуги, они его пишут так, как они. Вот идея есть. Да, и всегда какой-то шлагбаум устанавливается, перед ним сидит этот подрона какой-то, который собирает при этом шлагбаумные деньги. Потому что не надо никаких скоростных дорог, вам нужно сделать большую проблему. Аэропорт откуда вылетает, быстрая связь в центр, какая-нибудь там маленькая железная дорога, 10 км. И оттуда, куда прилетает, тоже 10 км до центра. Вот такая система. Ты действительно на маршрутке, буквально на автобусе, на этой дороге, ты подъехал, тебе не аэропорт нужен, по большому счету, тут же загрузился в него, там ходят эти, спрашивают, кому там, скажем, до Ростова, кому куда-то еще, как на Павелевском вокзале. Да, и шелон, и то вот все это. Надо же дисциплиническая служба должна быть. Каждый самолет отслеживает, как он летит. Это просто. Это просто все. Ну, конечно, у них, естественно, это же пресс. Нет, но у них, на самом деле, эшелон же не просто так. Ты должен запросить, в определенное время взлетать, в определенное время садиться. Особенно это самое, ладно, когда ты летишь где-нибудь между пунктами, это не страшно. А когда ты подлетаешь, там он не хочет целый выстраиваться на небе. Вот бывает, что он заходит. А почему? А почему? Потому что у тебя... Потому что один 5-миллионный город у нас, как взлетки. Да, потому что они загоняют всех на одну-две взлетно-посадочные полосы. Она должна быть очень дорогая, она очень ровная, она освещена. Очень длинная. Очень длинная. Очень длинная, куча всякой техники на ней должна стоять. Она будет супер освещена и так далее. Чего только у неё нет. Ну, на самом деле, Ан-24, он всю жизнь летал с грунтового аэропорта. Он на нём взлетел на грунте без освещения и сел на грунт без освещения. То есть, в принципе, можно построить много маленьких таких местных блокальных аэродромов, да? Да, да. И разгрузить эти погромные аэродромы. Я чуть не плакал, когда я услышал, что когда в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, закрыли шоссе на ремонт. Они знают, что делают? С одного края города, с самолётной рейсом летали на другой конец города. В Лос-Анджелесе? В Лос-Анджелесе. Ну, что если в Абьер... Ну, как у нас? Просто через центр летали. У нас, как автобусы такие. Знаешь, когда метро закрывают, отпускают. А он летает, как через самолёты. Ну, просто летали. Взлетали на одном и саденись на другом конце. Понимаешь? И здесь всё упирается в эту невозможность эту штуку сделать. У тебя сразу же рынок большой появится. Потому что теперь не имеет смысла... А когда у тебя легко слетать в Псков, ты захочешь летать по 300 км оттуда, ты подъехал туда, и ты через 15 минут в Пскове. Ну да, как на маршруте. Очень времени-то мало займет. Можно работать в Пскове, а жить здесь. Да, да, да. И стоить-то будет мало. Потому что... Мы опять посчитаем, давайте топливо. И получается... Понимаете, так тоже... Конечно, вы берёте, если там вот это... Какое? Ил-140, да? Ил-140, да? Ил-140, 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 ил-140. Ил-140, ил-140, ил-140. То есть это всё уже зависит, где набрать такой пассажир. Ил-140, ил-140, ил-140. Ил-140and? Точно так же, как бы... У них, как бы... Ну, самолёт и маршрут, как бы. Самолёт и маршрут... Это и лишние, потому что тот, где-то... Навстречу чувак тоже, летит age again, Ну допустим в судра несколько лет ! Да. Им свет помыгал, и побибикал. И днём несколько лет, когда... Ну, условно говоря... Поэтому... Почему, они, если... Как только у вас будет такой дешёвый быстрый транспорт, тебе будет очень просто, интересно сказать тебе, и в псково, и в гипермаркет, и сюда... Где-«-нибудь там... ...недалеко от аэропорта будет сходить проще, чем где-то в скове что-то купить. У тебя появится искусственный пассажир, а потом. Да нет, но на самом деле можно будет жить где-нибудь на природе, да? Все это правильно, да. Ну, я говорю. Ну, это системная проблема. Это проблема, в первую очередь, сбесившегося права. Да.